10 часов воскресного утра, а значит в прямом эфире на телеканале ПС, итоговый выпуск 7 дней в регионе. С вами Светлана Дейнека, здравствуйте. Телефон прямой линии в студии 639717. Если захочется обсудить какую-то из тем, звоните, а в программе расскажем. 60 миллионов на дворовые заезды и дворы. В грядущем сезоне фронт дорожных ремонтов в Архангельске расширится. И готовы ли коммунальщики к обильным снегопадам, которые придут в регион совсем скоро? Артемий Заварзин выяснял все подробности днем и ночью. Эпид-порог преодолен. Грипп и Орви захватывают область с самого сердца поморья – Архангельска. Что надо знать и как выстраивать оборону против вируса, расспросим главного инфекциониста Владимира Агафонова. Нарушение прав курильщиков или забота об их здоровье. Новые антитабачные инициативы федерального правительства наделали шума на всю страну. Отголоски докатились до Архангельска и Ирины Ившиной. Проблемы семей, воспитывающих детей инвалидов, перестают быть их личными проблемами. В Архангельской области заработала программа поддержки детей с аутизмом. Это далеко не все и только начало, обещает куратор проекта Юлия Ковалева. 45 тысяч пластиковых бутылок не попали на городские улицы и теперь уже не дойдут до городской свалки. Содержимое слона отправится на переработку. А что еще можно сделать полезного в год экологии и особо охраняемых территорий, расскажет представитель Кинозерского и Онежского нацпарков Александра Яковлева. Обо всем по порядку. Красоты русского севера, в частности Карелии и Архангельска, вновь высоко оценили за рубежом. Британская газета «Втелеграф» по данным Ленты.ру включила тур по Карелии и столице Поморья в список 50 лучших путешествий наступившего года. Что же предлагает уважаемое британское издание? 13-дневную поездку по северо-западу России для ознакомления с местной архитектурой. Хотя, конечно, природные ландшафты покорят туристов не меньше. В рамках тура по Карелии, например, предусмотрено посещение архитектурного ансамбля «Кишский погост» на острове в Онежском озере. А в Архангельске гостям покажут отреставрированные купеческие дома и музей деревянного зодчества «Малые Карелы». Думается, что обойти стороной гостиные дворы им также не удастся. Любопытно, что путешествие в Архангельске-Карелию стоит в том же рейтинге, что поездка на испанские Сарагоссу и в Мадрид, бельгийские брюки и Гент, итальянские Равенну и Урбина. В список самых лучших вошли также туры по Риму, Мальте, Нидерландам, Скандинавии, Лос-Анджелесу, Сицилии и Японии. И где-то среди них, напомню, мы. Но вернемся к нашим будням. Первая рабочая неделя января, образно говоря, стала временем зализывания ран, которые нашему региону и многим другим в новогодние каникулы нанесли небывалые морозы. Не то чтобы мы против зимней погоды с парой десятков градусов ниже нуля, очень даже за. Но, когда температура опускается до 40, а местами до 50 градусов мороза, а такие отметки в некоторых районах Поморья были преодолены, то результаты плачевны. Скомканные праздники, лишние килограммы Наталии, а самое главное, многочисленные аварии на сетях. Они зафиксированы повсеместно, от Котласа и Соливычегодска до Новодвинска и Архангельска. Точку в ликвидации последствий коммунальщики постарались поставить на уходящей неделе. Не везде успешно. Но, чем же еще запомнятся последние 7 дней в городах и районах Архангельской области? В Архангельске на уходящей неделе начали выдавать электронные проездные. Пока только тем, кому исполнилось 70 и более лет. Как любое новшество, это тоже потребует привыкания. Хотя некоторые уже оценили новинку. Ну, я считаю, что нормально. Это надо благодарить. Все проездные именные. При их получении нужно предъявить паспорт. Каждый месяц на карточку будет начисляться 20 поездок. Выдача электронных проездных ветеранам – это только начало большой программы модернизации городского пассажирского транспорта. Это первый этап. Следующим этапом у нас будет распространение электронных проездных для всех желающих. В Северодвинске в самом разгаре сезон охоты на волков. Конечно, не в самом городе. Опасные хищники – частые гости в садовых и дачных товариществах. В одном из них насчитали аж 6 опасных посетителей. На помощь жителям пришел опытный охотник Валерий Дикан. Его добычей сразу стал волк-трехлетка. Они делали круг, у них свой путик, так называемый. А, тропа. Тропа, да. Они обход делают территории, свой район, который они оберегают, делают обход. Могут они через 2-3 недели снова появиться в этом месте. За каждого волка охотнику полагается премия – 10 тысяч рублей. По информации Северодвинского лесничества, в этом сезоне на пушных зверей, в том числе и серых хищников, выписано около 70 путевок. Время охоты продлится до 28 февраля. Из Вильготского района на уходящей неделе снова поступил сигнал о помощи. Объявлен сбор средств на лечение больной девочки. Это Амина Караулова. Впервые в соцсетях они заговорили два года назад, когда мама Алена Захарова из Ильинска рассказала о своей беде. Ребенок не мог ходить, говорить. Тогда наши земляки на юге области собрали необходимые средства, и девочка прошла два лечебных курса в Китае, после чего встала с инвалидной коляски. Единственный минус – это то, что мы не можем ходить по неровной поверхности. То есть до сих пор нет координации движения. И если там ступенька, бугорок, она уже теряет равновесие. Мышцы лица, они тоже ослаблены. Это очень хороший массаж, нужно углоукалывание на лицо. Но и этот недостаток можно устранить, уверены врачи в Китае. Для этого Амину вновь ждут в Харбине для продолжения лечения. Поэтому в соцсетях запущен новый бумеранг добра. На этот раз необходимо собрать 650 тысяч рублей. В Новодвинске вовсю готовятся к крещенскому купанию. Как утверждают наши коллеги с Новодвинского ТВ, многие верующие жители города намерены окунуться в прорубь 19 января. Поэтому с экрана им дают советы специалисты. Купание необходимо совершать только в оборудованных местах. Кстати, все они в крещенскую ночь будут под присмотром оперативных служб. Размер проруби должен составлять не более 150 на 150 сантиметров. Глубина должна составлять не более 150 сантиметров. И последний совет. За два часа до купания рекомендуется плотно поесть и воздержаться от употребления спиртных напитков. А верующие котласы на уходящей неделе могли поклониться иконе и мощам святого апостола Андрея Первозванного. Это реликвия Няндамского храма святых Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. В путешествия Пархангельской области святыни отправились еще в декабре прошлого года. Прикладываясь к любой святыне, мы просим в первую очередь у Господа Бога или святого угодника спасения души. Надежда как-то успокаивает, дает силы. Пусть приходят люди, конечно, потому что это такое исцеление, такая благодать. Из Котласа святыни вернутся в Няндаму на место своего постоянного пребывания. С 1 января объездная дорога в аэропорт, начиная от Краснофлотского моста, перешла в федеральную собственность. Общая длина трассы почти 24 километра. Ожидать ли на этом участке масштабных ремонтов? Безусловно, так и будет. При этом передача дороги в аэропорт даст новый импульс ремонтам областных и городских дорог. За счет чего это произойдет, расскажет Артемий Заварзин. Краснофлотский мост самый молодой в Архангельске и самый протяженный. Длина свыше 5 километров. Маршрут водителя такси Владимира Иванова часто пролегает именно здесь. О том, что мост теперь не городская, а федеральная собственность, он узнал от нашей съемочной группы. Но сразу отметил, уборка дороги этой зимой стала лучше. Если сравнивать с прошлыми годами, то, мне кажется, лучше. В принципе, неплохо проехать можно. Все потому, что за содержание дороги теперь отвечает Росавтодор, в ведении которого перешел Краснофлотский мост, а также дорога на аэропорт Архангельск. Большая часть окружного шоссе теперь тоже часть федеральной дороги. В федеральную собственность перешло и несколько участков окружного шоссе. Если раньше здесь проводился только ямочный ремонт, то теперь трасса в ожидании реконструкции. Причем обновиться должно не только автополотно. Над железнодорожными переездами, а их здесь три, должны появиться путепроводы. Таким образом, транспортные потоки не будут пересекаться, а пропускная способность обездной дороги должна будет увеличиться. Получать средства на ремонт из федерального бюджета начнут уже в этом году. Деньги, которые муниципалитеты, областное правительство ранее выделяли на эту трассу, пойдут на ремонт других дорожных объектов. В частности, в 2016 году было принято из муниципальных и из местных дорог порядка 72 километров в областную собственность. Соответственно, эти дороги будут, на сэкономленные деньги от федерации, будут приведены в лучшее состояние. Вот тут прямая такая выгода. Экономия областной бюджет получит и от передачи в федеральную собственность дороги Брин-Наволок-Плесецк-Карго-Полевый-Тигра. Это должно произойти с 1 января 2018 года. Необходимый пакет документов для этого готовится. Работы по реконструкции в этом году продолжатся. Мы заканчиваем в 2017 году незавершенный объект Войбара-124. Требуется порядка 300 миллионов рублей. Мы также планируем этот объект закончить за счет федеральных трансфертов. И, собственно, передаем дорогу в том виде, в котором она есть. То есть с теми проектами, которые у нас уже есть на два остальных объекта. Спланирован ремонт дорог и в поморской столице. Кстати, на этой неделе стало известно, что в Архангельске продолжат ремонтировать внутридворовые и внутриквартальные проезды. Последние три года эти работы не финансировались совсем. В бюджете Архангельска 2017 на обновление проездов и тротуаров заложено около 60 миллионов рублей. Планы подготовлены. То есть тех дорог, тех внутриквартальных, внутридворовых проездов, которые мы хотим сделать. Мы разбили все мероприятия по территориальным округам. То есть по каждому из восьми территориальных округов будут проведены ремонты внутриквартальных, внутридворовых проездов. В первую очередь уделено внимание социально значимым объектам. Всего же в бюджете областного центра на ремонт дорог предусмотрено 110 миллионов рублей. Ждет Архангельское дополнительного финансирования из региональной и федеральной казны. Если все пойдет по плану, будут отремонтированы сразу несколько проблемных участков города. Проспект Новгородский, улицы Дзержинского и Советская, Никитова, Комсомольская, где ремонт дорожного полотна не проводился уже много лет. Артемий Заварзин, Ирина Ившина, Денис Линчевский, Виктор Коноплев. 7 дней в регионе. Метеопрогнозы на интернет-сайтах единодушны. В ближайшие 7 дней в Архангельске ожидается пасмурная погода. Медометели будут сменяться мокрым снегом. Усиление осадков потребует усиленной работы от коммунальщиков. И в первую очередь от тех, кто занимается содержанием городских дорог. В тройке соответствующих организаций Архангельское городское специализированное управление механизацией АКСУМ. Наша съемочная группа оценила его возможности, ресурсы и проверила, как соблюдается график уборки снега. Технопарк предприятия АКСУМ словно музей под открытым небом. Правда, все экспонаты действующие ежедневно находятся в работе. Вернее, ежесуточно. Ведь в снежные Архангельские зимы поддерживать дороги в чистоте можно только так. 90 единиц техники, самосвалы, грейдеры, снегопогрузчики проходят ежедневные технические осмотры. Крайне редко встают на серьезный ремонт. Ремонтный персонал у нас укомплектован полностью. Для ослуживания автомобилей и специализированной техники имеются все цеха производственные, которые необходимы. Техническое ослуживание – это в первую очередь приоритет для всей техники. Текущий ремонт составляет небольшой процент, где-то порядка 3-4 единиц смену проходит в ремонтных мастерских предприятиях. А вот этот красавец-асфальтоукладчик в ремонте не нуждается. Он совсем недавно пополнил технопарк Аксума и уже летом выйдет на свой первый дорожный ремонт. Пескоразбрасыватель – тоже недавнее приобретение. Обновление парка для предприятия – важная и необходимая статья расходов. Ведь Архангельскому городскому специализированному управлению механизацией 52 года. Обслуживание, с ночной кто приезжает, делаем это, чтобы выезжали сразу опять ночью на линию. Так днем, кто ломается, сразу делаем и опять на линию въезжают. Очередной выезд техники на линию в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей и более качественно почистить городские дороги. Смена продолжительная – 11 часов. До 75 единиц техники, снежокопады больше, усиляемся. Работы по вывозке снега и подметанию проезжей части в основном на 60% производятся ночью. То есть для сравнения, допустим, если в днем мы вывозим порядка 2000 кубов снега по всему городу, ночью 4000 кубов снега. Днем делается упор больше на улице третьей категории. Натриквартальные проезды ночью на подметание тротуаров. Почему так? Потому что ночью у нас меньше интенсивное движение, меньше пробок, меньше интенсивное движение пешеходов. То есть утром жители просыпаются и тротуар уже чистый у нас. Тротуар – проезжая часть. Бригад, обслуживающих город, много. В их составе трудится 240 человек, которые живут под девизом «без выходных и праздников». Борцы за чистоту Архангельска рассказывать про себя и свою работу не любят, поскольку уверены, самую точную оценку их труда могут дать только горожане. На дороге убираются, это же видно, да, то есть по ночам ходит техника постоянно, да, утром выходишь, чистенько, все, приятно, вполне ничего. Я часто езжу по центральным улицам города, по Ломоносово, по Троицкому, и дороги убираются. Утром едешь на работу, все чисто, в общем-то ехать приятно. В этом году предприятия отвечают за чистоту магистрали в Маймаксе, Соломболе, а также в Октябрьском округе. На постоянном содержании Аксума находится 1 миллион 200 тысяч квадратных метров дорожной площади. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Денис Линчевский. 7 дней в регионе. Вы смотрите итоговый выпуск «7 дней в регионе». Мы продолжаем. Вирусная инфекция все стремительнее наступает на Архангельскую область с диагнозом ОРВИ и грипп. Только в столице Поморья госпитализировано 89 человек. Большинство из них дети. Всего же заболевших в регионе уже более 5 тысяч. У нас было зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Превышение составило 9,9% среди совокупного населения. Кроме того, эпидемические пороги превышены также в возрастных группах среди детей. В группах от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. Эпидемиологический порог превышен пока только в Архангельске. В области по заболеваемости все спокойно. Сказались сильные морозы. Но грипп в этом году, как отмечают врачи, более ранний. В 2016 эпид-порог перешагнули в самом конце января. А в этом специалисты уже бьют тревогу. В связи с превышением эпидемического порога заболеваемости по городу Архангельск у нас издано постановление главного государственного санитарного врача Архангельской области о введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий на территории города Архангельска. Карантинно-ограничительные мероприятия выводятся с 16 января. При подготовке к эпид-сезону было привито 370 тысяч человек. Это 33% населения области. Они либо не заболеют, либо проболеют в легкой форме. Остальным врачи рекомендуют чаще бывать на воздухе, использовать защитные маски, проветривать помещение и без лишней необходимости не посещать массовые мероприятия. А при первых симптомах болезни – повышении температуры, общем недомогании и головной боли – обращаться к врачу. Если он будет настаивать на больничном и уж тем более госпитализации, ни в коем случае не отказывайтесь. Самолечение очень опасно. Тему продолжим вместе с Владимиром Агафоновым, главным инфекционистом Архангельской области. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, на этот сезон прогнозировали приход гонконгского вируса гриппа. Это сбылось, все идет по плану? Да, эти прогнозы полностью оправдались. Я сам волновался, когда услышал впервые эти прогнозы, но то, что они оправдались, свидетельствуют о высоком уровне развития современной науки, которая способна делать такие детальные прогнозы. Действительно ли он легче, скажем, того же свиного гриппа? Ну, в какой-то степени, в какой-то степени да, однако и этот грипп дает все осложнения, свойственные любому гриппу, и относиться к нему легко ни в коем случае нельзя. Уже есть госпитализированные, да, с диагнозом грипп. Вот когда врач принимает такое решение, решение о госпитализации, что это? Он действительно видит угрозу жизни и здоровью человека, либо, может быть, подстраховывается, особенно когда речь идет о детях и пожилых людях? Ну, что касается детей, пожилых людей, то это совершенно оправданное опасение за их здоровье, за их жизнь, потому что это реальные группы риска для гриппа. Ну, кроме того, ведь такое решение дается непросто, и если врач рекомендует госпитализацию, то, безусловно, пациенту следует на нее соглашаться. Ну, вот специалисты всегда говорят, что грипп опасен именно своими последствиями, осложнениями. Как их не допустить? Ну, конечно, это вакцинация прежде всего, но в настоящее время период массовой вакцинации закончен, поэтому сейчас другие методы. Прежде всего, это здоровый образ жизни и какие-то меры, которые помогут укрепить иммунитет человека. Это поливитамины, это полноценное питание, это включение в свой рацион и травяных чаев, и наших плодов, например, ягод, брусники, клюквы и так далее. Владимир Михайлович, вот сейчас ситуация, конечно, меняется, но, тем не менее, еще крепко убеждение у работников, у их руководителей, работодателей, следующего рода, что даже если человек заболел, ну, простыл, да, но, тем не менее, приходит на работу, чтобы не подвести коллег, то он молодец. Ну, и соответствующее наоборот. Вот вы, как главный инфекционист Архангельской области, как руководитель, какое убеждение все-таки вам ближе? Нужно что, беречь свое здоровье, уважать здоровье коллег, либо все-таки за трудовые подвиги? Это действительно частая ситуация. Я думаю, каждый представляет, и в душе, даже если он идет на работу, он понимает, что он поступает неправильно. Давайте назовем еще те мотивы, из-за которых нельзя этого делать. Во-первых, угроза для самого пациента. Во-вторых, сроки выздоровления от этого будут зависеть. Человек, который находится на домашнем, на постельном режиме, он будет поправляться, безусловно, быстрее. Кроме того, именно этим поступком он снижает риск возможных осложнений этого заболевания. Ну, и, наконец, это здоровье окружающих, которых данный человек будет подвергать опасности заражения. Вы в такой ситуации как поступаете? Я всеми силами стараюсь не идти на работу. Владимир Михайлович, спасибо. Спасибо за откровенный разговор. Спасибо, что были с нами в этой студии «Воскресное утро». Я напоминаю, что с нами был Владимир Агафонов, главный инфекционист Архангельской области. Продолжаем. От здоровья к правам человека. Кто бы мог подумать, что благое стремление федерального правительства помочь людям принять решение не начинать или бросить курить, может быть расценено как ущемление прав курящих. Новый этап борьбы производителей и потребителей табака с российским Минздравом предрекают специалисты. На уходящей неделе стали известны подробности проекта концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы. Например, предлагается ввести пожизненный запрет на продажу сигарет всем, рожденным после 2014 года. А также увеличить рабочий день курильщикам. Ирина Ившина изучила вопрос досконально. Курить или не курить – правильный ответ вам подскажут Здравый смысл и Минздрав России. На днях в СМИ были опубликованы выдержки из новой концепции антитабачной государственной политики на ближайшие пять лет. Среди предлагаемых мер увеличенный рабочий день для курильщиков, экологический налог для потребителей табака и даже пожизненный запрет на продажу сигарет россиянам, родившимся после 2014 года. Эта мера как раз выдана для того, чтобы поставить цель, такой ориентир, поднять эту проблему и обсудить, как же нам лучше это реализовать. Может быть, в 2033 году уже будет распространенность потребления табака на таком минимуме, будут курить единицы. Новая концепция также предлагает запретить курение в коммунальных квартирах и на пешеходных переходах. Кроме того, продажа табака в городах, по мнению Минздрава, должна осуществляться только в торговых павильонах площадью не менее 50 квадратных метров. Всероссийская организация здравоохранения и Национальный институт онкологии США на днях подсчитали. Мировая экономика из-за последствий курения ежегодно теряет более триллиона долларов. Это затраты на лечение и снижение производительности труда у населения. В Архангельской области, по данным диспансеризации, курит около 13% трудоспособного населения. В реальности, говорят медики, табак потребляют примерно каждый третий. И если вы считаете, что пагубная и дурнопахнущая страсть к сигаретам – это всего лишь вредная привычка, то специалисты спешат вас расстроить. Пристрастие к курению относится к категории поведенческих и психических расстройств. За рубежом нередко лечение последствий табакозависимости, финансовая ответственность самого курильщика. У нас же за все платит Фонд обязательного медицинского страхования. Опыт многих стран показывает, и мы сами ездили, наблюдали такую ситуацию, что пациента не возьмут на операцию, допустим, связанную с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а мы знаем, что многие сердечно-сосудистые заболевания обусловлены таким вредным фактором, как курение и зависимостью, не возьмут на операцию, пока человек не откажется от курения. Или ему не будет оказана какая-то помощь, или действительно страховка будет стоить дороже. И даже бросить курить в Архангельской области помогают бесплатно. В регионе действуют 19 кабинетов по отказу от табака. За три года их посетили почти 3,5 тысячи человек. Практически каждый второй из них теперь дышит чистыми легкими. В Архангельске кабинеты по отказу от курения работают на базе 4-й городской больницы, 1-й и 2-й поликлиник и в Центре медпрофилактики. Бросить курить. Мы не ставим такую цель. Мы все-таки ставим цель, чтобы человек остался некурящим после того, как он предпринял попытку отказаться от табака. Благодаря таким кабинетам как-то неудобно обвинять Минздрав в закручивании гаек. Возможности соскочить с никотиновой зависимостью у курильщика есть. Переходить на электронные версии сигареты, наверное, бессмысленно. Минздрав в своей новой антитабачной концепции объявляет борьбу и им. Здесь согласны и законодатели. Депутаты Архангельского областного собрания направили своим московским коллегам законопроект, приравнивающий электронные сигареты и выпы к обычному табаку. Самое, наверное, страшное во всем этом, что те жидкости, которые продают для электронных сигарет, опасны ведь не сами сигареты, а именно эти жидкости, именно тот состав, который в них входит, к сожалению, сейчас не лицензируем, а к сожалению, залить туда можно абсолютно все, что угодно. Многие врачи, многие ученые говорят о том, что в этих составах существует формальдегид, который не менее опасен для человека. В случае принятия законопроекта все ограничения, связанные с курением табака, будут распространяться и на электронные аналоги сигарет. Кстати, в Комитете по борьбе с табакурением при Минздраве РФ утверждают, что производители сигарет очень болезненно отнеслись к предлагаемой антитабачной политике. Впрочем, на сегодня часть мер, предлагаемых Минздравом, весьма сложно вписывается не только в действующее законодательство, но и в некоторые положения Конституции. Видимо, это и станет главным аргументом табачных гигантов в борьбе с последователями Гиппократа. В ближайший год в этой табачной борьбе будет очень интересно, как сериал. Ирина Ившина, Евгений Зыков, «Семь дней в регионе». К другим темам. Архангельская область сильно продвинулась в организации помощи семьям, воспитывающим детей инвалидов. Например, запущена двухлетняя программа поддержки детей с аутизмом. В Архангельске скоро откроется Центр комплексного сопровождения таких ребятишек. Надо сказать, совершенно удивительных. Мы предлагаем ребенку налить чая по наружку и напоить свою маму или попить самому. Для ребенка с аутизмом это практически невозможно, потому что ребенок с аутизмом не играет по наружку, переносный смысл недоступен для него. А ребенок с собственной отсталостью легко нальет и сделает, что он пьет и мамочке своей даст. А ребенок с аутизмом сделает, может быть, пирамидку или проверит отсутствие чая и потеряет интерес к этому чайнику. Если вы знаете одного аутичного ребенка, вы знаете только одного аутичного ребенка, часто говорят медики. Есть характерная для аутизма триада симптомов – нарушение коммуникации, воображения и социального взаимодействия. Но в остальном проявления аутизма очень разные и зачастую шокирующие для окружающих. 12-летнему Павлу два года назад поставили синдром Аспергера. Это тоже расстройство аутистического спектра. При этом у парня высокий интеллект. Вы, например, знаете, сколько людей погибло в Помпее, а Паша знает. Но, как у любого аутичного ребенка, у Паши есть особенности в поведении. Это не понимают ни педагоги, некоторые врачи этого не принимают. А уж про простых людей тем более. Потому что, согласитесь, очень странно, когда вдруг едешь, в автобусе вскакивают мальчики и начинают петь гимн России. Странное поведение. И тут же начинают... А нам хочется, чтобы на нас просто не обращали внимания. Всемирная организация аутистов считает, что каждый 88-й человек в мире страдает расстройством аутистического спектра. Российское общество психиатров предлагает другие цифры. На каждые 10 тысяч человек приходится 66 аутистов. В Архангельской области такой диагноз поставлен двум сотням пациентов. И это не потому, что аутистов на севере почти нет. Просто их еще не всегда умеют диагностировать. В 30,5 года, когда мы в садик пошли, нам дали уже направление к психиатру. Но время уже тоже упущено было. В 30,5 года нам поставили диагноз умственная отсталость. И вот в 7 лет только нам поставили диагноз аутизм. То есть время, конечно, опять же, мы упустили. Аутизму важно распознать еще в младенчестве. Тогда при правильной коррекции ребенок может интегрироваться в общество. В будущем такие дети не будут жить на пособии по инвалидности, а станут сами платить государству отчисления в виде налогов. Таких примеров очень много. Пока, к сожалению, только за рубежом. Коррекция включает в себя не только помощь психологов и психиатров. Важны педагоги, дефектологи, логопеды. И Архангельск сделал огромный шаг в этом направлении. В этом году у нас будет создан Центр комплексного сопровождения детей с аутизмом. Все благодаря запущенной областным правительством двухлетней программе по оказанию помощи таким малышам. В Архангельске появятся специалисты, умеющие работать с аутичными детьми. Будет даже канистерапия, широко практикуемая на Западе терапия собаками. Предусмотрена, безусловно, и система повышения квалификации специалистов, которые у нас работают в школах, в других учреждениях, поскольку здесь тоже возникают достаточно серьезные проблемы. Возможно, уже в этом году некоторые родители детей аутистов смогут отказаться от поездок на коррекционную терапию в Череповец. Там есть нужные специалисты, но каждая такая поездка обходится бюджету семьи в 100 тысяч рублей. Но остается еще одна важная, пока нерешаемая проблема. Каждой маме аутиста приходится не только бороться за будущее своего ребенка, но и постоянно обороняться от нас с вами, от окружающих. Если мы видим ребенка с физической патологией, то мы сразу понимаем, что у ребенка физическая патология. И относимся к нему соответственно. Наши же ребятки, они все красивые, они отличаются поведением. И тут же начинается, ты плохая мать, ты не воспитываешь ребенка, ты там то-то, то-то, то-то. А на самом деле мы, мамы, вкладываем в наших детей гораздо больше, чем любая другая мать. Я просто давно мечтаю найти кучу себе друзей. Но у меня пока это не получается. Почему? Потому что я, наверное, особенный. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе. Для того, чтобы семьи с особенными детьми окончательно вышли из теней, из четырех стен своих квартир, чтобы осознали и поверили, что им готовы помогать. В регионе проводится невидимая, на первый взгляд, непосвященного человека, но при этом огромная организационная работа. В эпицентре Юлия Ковалева, советник заместителя председателя правительства Архангельской области. Она же куратор всех социальных программ, касающихся помощи детям-инвалидам. За несколько последних месяцев ей удалось объединить усилия самых разных сторон. Родители, областного правительства, администрация Архангельска, СГМУ, лечебных учреждений, общественных организаций и даже Сколково. Мы пригласили Юлию к нам в студию, но вчера она уехала в командировку, поэтому разговор записали заранее. И, конечно, начали его с просмотра сюжета о детях с аутизмом. Мы только что посмотрели сюжет о проблемах семей, воспитывающих детей с аутизмом. В прошлом году Архангельская область обратила на них особое внимание. Расскажите, что это за программа, что в нее входит, и самое главное, каковы перворезультаты? Первое, на что я хотела бы обратить внимание, это все-таки позиции родителей, которые воспитывают деток с расстройствами аутистического спектра. Именно их активная позиция, наверное, все-таки и позволила достичь тех результатов, которые мы имеем на сегодняшний день. У нас состоялась встреча с главой региона вместе с родителями. По итогам этой встречи был дан ряд поручений, в которых как раз и была комплексная программа по сопровождению деток с аутизмом. Была подготовлена заявка конкурсная, фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И по итогам этого конкурса была дана высокая оценка нашей программе, и мы привлекли порядка 16 миллионов на ее реализацию. А что входит в нее? Какие направления? У нас в этой программе заложено достаточно много мероприятий. И это и выявление расстройства аутистического спектра, потому что мы знаем, что сегодня одной из важных проблем является, конечно же, своевременное выявление проблемы аутизма. Это ранние скрининговые тесты, которые у нас будут проводиться по лечебно-профилактическим учреждениям, по детским организациям. Конечно же, это коррекционные маршруты, которые обязательно потом составить для каждого ребеночка, потому что есть такая поговорка, и мы ее все прекрасно знаем, что если вы знаете аутиста, то вы знаете только одного аутиста, настолько эти детки все разные. Поэтому и коррекционный маршрут, конечно же, должен быть для каждого свой. Мы определили садики и школы, которые будут являться ресурсными площадками для апробации инклюзии в этих садах и школах. Специалисты этих садов и школ, конечно же, будут проучены по специальным методикам работы с такими детьми. Будут закуплены дидактические материалы и пособия для того, чтобы специалисты коррекционной педагогии, локопеды, дефектологи, психологи могли работать с такими детками. Это тоже мероприятие программы. Мы также включили экспериментальное мероприятие. Мы очень хотим посмотреть, что у нас из этого получится. Это канистерапия. Это терапия с помощью собак. И в Европе, я знаю, за рубежом очень позитивно реагируют на применение этой терапии, потому что мы знаем, что животные всегда у детей и у взрослых вызывают, конечно, только положительные эмоции. Особым детям особое внимание. Можно ли так сформулировать основные задачи, которые вы решаете, привлекая самые разные ресурсы, всевозможных источников? Вы знаете, я не очень люблю такое словосочетание «особые люди», «особые дети». Почему? Потому что мы, каждый из вас, особый человек с какими-то своими особыми потребностями. Поэтому вполне правильно говорить «люди с инвалидностью» либо «люди с ограниченными возможностями здоровья». И здесь я хочу сказать, в зависимости от того, какой вид заболевания у человека, какая возрастная категория человека, а здесь мы должны трудиться над тем, чтобы формировать правильный маршрут в зависимости от его потребности. То есть если мы говорим сегодня про аутизм, то мы понимаем, что здесь очень главное выстроить работу правильную в коррекционной педагогике. Здесь понятно, что этот сегмент деток не нуждается в технических средствах реабилитации. А если мы будем говорить о детках с недоразвитием культиконечности, либо с какими-то ампутациями, то мы здесь понимаем, что для такой категории детей, именно с таким видом инвалидности, для них нужен свой маршрут. Сегодня у нас активно развивается проект «Моторика». Мы очень благодарны корпорации развития, потому что они очень тесно сотрудничают со «Сколково» инновационным фондом. И неоднократно мы проводили уже смотры тех технологий, которые у них применяются в «Сколково», и мы их привносим в свой регион. А что, например? Это детский тяговый протез активный. Он называется, у него такое прекрасное название «Киби». Компания «Моторика» изобрела. Вот у нас был руководитель этой компании, Илья Чех. Мы ему очень благодарны за то, что он отозвался и согласился, чтобы эта технология была привнесена на наше архангельское протезно-ортопедическое предприятие. То есть нашим деткам не понадобилось ехать в Москву. Наоборот, эта технология приехала к нам в Архангельскую область. И дети, обращаясь на наше архангельское протезно-ортопедическое предприятие, им делают слепок, отправляют его в Москву, и там изготавливаются 3D-модели этого протеза. Это уникальный протез, он ломает стереотип детского протезирования. Это протез-гаджет, он имеет даже насадки, подскакалки, под устройство для телефона и так далее, под некоторые игрушки электронные и так далее. Он может быть любого цвета. Ребенок все для себя это подбирает сам. А ребенку удобно с этим протезом? Ребенку очень удобно, потому что девочка, которой мы такой протез дали для тестирования, и это было 1 июня 2016 года, через время она красила ногти. Первый раз за 10 или 11 лет она попрыгала на скакалке. И мы видели, как меняется психологический вот этот дискомфорт в семье, который раньше присутствовал. Это, конечно, многого стоит, особенно улыбка ребенка. Ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это очень важно. Юлия, спасибо вам большое. Продолжаем. Наступивший год в России объявлен годом экологии и особо охраняемых территорий. Все правильно и логично, ведь на уходящей неделе 11 января исполнилось ровно 100 лет заповедной системе России. А обратить специальное внимание на вопросы экологии давно пора. Общество, кстати, тоже готово. Например, молодые экологи Архангельска, общественная организация ЭТОС, предлагает горожанам не выбрасывать новогодние ели, а сдавать их на переработку. Из елочек изготовят деревянные поделки, а вырученные от продажи деньги направят на благотворительные нужды. Елки будут принимать с 15 по 18 января по следующим адресам. Сегодня с 12 до 13 на проспекте Чумбарова-Лучинского рядом с ЦУМом. К 16 января с 18 до 19 часов у дома молодежи на Шубино-9. 17 января также с 18 до 19 у культурного центра «Луч» на Первомайской, 3. И 18 января с 18 до 19 у культурного центра «Космос» проспекта Ленинградский, 165, корпус 2. Другая экологическая акция стартовала в Архангельске в конце прошлого года. 45 тысяч пластиковых бутылок пошли не на обочины городских улиц или полигон отходов, где гнили бы 100 лет и больше, а на строительство бутылочного слона на Красной пристани. Теперь это настоящий арт-объект, который готовится к триумфальному шествию, в том числе по страницам книги рекордов Гиннеса. И в этом заслуга всех горожан, кто нес пластиковую тару для экологического проекта. На фоне этого гиганта и впрямь ощущаешь себя моськой. Прославленный в СМИ и соцсетях бутылочный слон наконец-то обрел законченный вид. Сегодня свое детище оценивают родители мамонтенка. Дмитрий Коробов предложил создать скульптуру. Максим Черепанов нарисовал сам проект. По его эскизам на Соломбальском машиностроительном заводе варили каркас слонопотама. По разработке металлоконструкции у меня был небольшой опыт. Высота слона 8,3 метра, ширина 6 метров, длина 13 метров. Значит, тоннаж 2,7 тонны, общий вес полторы тонны, из которых это бутылки. Половина бутылки. То есть, получается, всего собрано бутылок 3 тонны. Сколько же было выпито за здравие этого долгостроя от искусства и не сосчитать. Хотя почему? Дмитрий Коробов уверяет, более 45 тысяч бутылок. Почти полгода их опустошали всем городом. А ведь организаторы рассчитывали собрать необходимое количество тары к 22 сентября, то есть ко Всемирному дню защиты слонов. Не вышло. Северный лют оказался столь же тяжелым на подъем, как и сама скульптура. Поначалу в специально расставленные красные баки для сбора бутылок летело все подряд. Пластиковые тары в них было от силы 15%. Раздельная сортировка мусора, сборка развита плохо. То есть, порядка 5-6 вот таких слонов, которые стоят у меня за спиной, в месяц перерабатывается по области. И больше 40 таких слонов просто выбрасывают на улицу. Соответственно, городская свалка растет каждый день, и это уже действительно формат глобальной экологической проблемы. Поэтому наш творческий проект перерос в большую экологическую акцию. Акция дала свои плоды. К концу года в красные баки архангелогородцы стали бросать практически одни бутылки. До сих пор приносят. Слону уже ни к чему, а вот благому делу утилизации очень даже. Может, кто не знает, но из пластиковых бутылок делают не только новую полимерную тару, но и, например, набивку для мебели, мягких игрушек, наполнители для подушек и одеял, флисовую одежду. А за рубежом уже внедряют проекты по строительству дорог из переработанной тары. Говорят, такое покрытие прочнее, а стало быть, и долговечнее обычного асфальта. Кстати, 45 тысяч бутылок позволяют застолбить за собой место не только в справочнике Гринписа, но и в книге рекордов Гиннеса. Похожая скульптура «Элефанта» в литовском Каунасе вместила в себя на 3 тысячи бутылок меньше. Наши умельцы теперь готовят соответствующую заявку. Горожане идею поддерживают. Девушки красавицы, скажите, пожалуйста, вы как вообще к этому арт-объекту относитесь? Очень хорошо относились, да, очень интересно. Очень рада. Ну, интересно, как посмотреть. Вот так разноцветно сделано, и бутылки уж не куда-то там, а вот именно сюда. Нам, наверное, нравится, что-то оригинальное. Много скептиза от людей, которые сами ничего не могут делать, я так считаю. А те, что могут, вот они сделали и показали всю красоту. Чем он тебе нравится? Красотой своей, что он светится, горит. Сейчас волонтёры без устали тыкают слона карандашами, проводят предварительные подсчёты. К тому же кое-что подлатать нужно. Вот мы видим, пузо вроде как не закрыто ещё. Или так и должно быть? Ну да, это 31-го числа ветром вырвало, а там это не займёт много времени починить. Нужно торопиться. По следам ремонтников волонтёров до конца месяца пройдёт эксперт, который ещё раз запротоколирует наличие 45 тысяч бутылок. Параллельно весь процесс должен фиксироваться на фото и видеокамеры. Потом составляется заявка, подтверждающая статус эксперта. То есть этот человек должен быть с высшим инженерным образованием в нашем случае, с опытом работы по специальности, который сможет всё это посчитать, замерить, проверить и выдать именно экспертное заключение, что статуя действительно состоит из этого количества бутылок, что она определённых размеров, массогабаритные показатели и так далее. Он ставит свою визу, и это всё отправляется вместе с фото-видео и фиксацией уже непосредственно в Великобританию. Там слона будут изучать специалисты книги рекордов. Говорят, дело может занять три месяца. Впрочем, и без международного признания слон уже выполнил свою миссию. Не только экологическую, но и отчасти маркетинговую. Привлёк внимание к другому проекту. Это лофт-проект «Слон», который целью основной своей ставит объединение людей и даёт возможность людям развиваться, учиться и работать комфортом. Лофт-проект «Слон» открывается в конце января по принципу тайм-кафе. Платишь за время, получаешь возможность интересно его проводить. На концертах, мастер-классах, воркшопах. Будет тут и авторская кухня. За отдельную плату, разумеется. Кстати, а почему всё-таки «Слон»? Нам понравилось это животное. Оно самое большое и крупное млекопитающее на Земле. Оно красивое, мудрое, сильное. И мы подумали, почему нет. А что же скульптура? Когда «Слон» только задумывался, организаторы, то ли всерьёз, то ли в шутку, подумывали выставить его на аукцион. Глядишь, зоопарку какому пригодится. Но после того, как проект обрёл экологическую миссию, всё встало на свои места. После фиксации рекорда, если таковая будет, бутылки отправятся на переработку. А вот металлический каркас. Организаторы проекта предлагают, например, обтянуть сетчатой тканью, дабы скульптура получила вторую жизнь. Алексей Карельский, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. Главное теперь, чтобы все эти тонны пластиковой тары точно ушли на переработку. А в целом энтузиазм горожан и волонтёров впечатляет. Так, всё те же экологи из ЭТОСа в рамках сотрудничества с Кенозерским национальным парком планируют полностью перевести одну из деревень парка на возобновляемые источники энергии. Речь идёт о получении электричества с помощью витриных генераторов. В реализации задуманного ЭТОС надеется на помощь архангельских предпринимателей и инженеров САФУ. Но кто может лучше рассказать обо всех планах Кенозерского и Онежского национальных парков, как не представитель руководства? Этим утром у нас в студии Александр Яковлева, заместитель директора Кенозерского национального парка по развитию. Александра, доброе утро. Доброе утро. Вот 2017 год объявлен в нашей стране годом экологии, особо охраняемых территорий. Это ваш год. Как будете распоряжаться всеобщим вниманием? Действительно, нам посчастливилось жить и работать на рубеже веков в истории заповедного дела. И, конечно, это особое время, время новых достижений, побед, сложных и интересных задач. Вы знаете, в прошлом году, в конце года, состоялся Всемирный конгресс по охране природы, который собрал тысячи экологов, ученых, политиков, представителей бизнеса со всего мира. И темой этого конгресса была «Планета на распутье». Это действительно так. Масштаб экологических проблем в мире, он впечатляет. И во всех европейских странах, западных странах огромное внимание приковано к вопросам создания и развития особо охраняемых природных территорий. Огромные средства вкладываются в развитие зеленых технологий, альтернативной энергетики, переработки мусора, решение вопросов с отходами. Очень хотелось бы, чтобы и в нашей стране эти темы тоже не были пустым звуком, чтобы люди стали задумываться над этими вопросами. И зачастую узы смышлений некоторых представителей власти и бизнеса не позволяют им понять, что не только сырье является источником социально-экономического развития, но и природное и культурное наследие, и зачастую на гораздо более устойчивой основе. Статус особо охраняемой территории, что он дает местным жителям? Вы, как руководство национальных парков, учитываете их интересы, прислушивайтесь к их мнениям, к каким-то пожеланиям? Безусловно, конечно. Конечно, наша главная задача для себя сформулирована так – это сохранение коренного населения. Наша цель – это спасти живую северную русскую деревню. Вы знаете, первый объект, который построил парк на своей территории, был не гостевой дом, не офис. Это была начальная школа в поселке Усть-Поча. И сегодня все наши проекты подразумевают под собой главное – это участие местных жителей. И вместе с местным населением, и для местного населения мы занимаемся восстановлением памятников архитектуры, реализацией целого комплекса социальных проектов, развития инфраструктуры и многое другое. Конечно, парк является главным работодателем на своей территории. И я вот хочу привести один пример. Деревня Марщихинская, это центр Каргопольского сектора парка, в 2011 году хотели закрыть школу. Население деревни примерно 250 человек. Конечно, парк сделал все. И спасибо тем, кто нам помогал, чтобы отстоять эту школу от закрытия. И вот если в 2012 году количество учеников начальных классов там было 4 человека, то сегодня, наконец, с 2016 года там учатся в начальных классах 16 детей из 28, а в детском саду, в детский сад посещает 19 ребяток. То есть национальный парк еще и за рождаемостью следит. Я думаю, что это очень хороший показатель, который как раз говорит о том, что на этой территории, в этих древнях есть работа, у молодых семей есть уверенность в завтрашнем дне, есть интересная жизнь и досуг, конечно. Но, вы знаете, вся наша деятельность была бы бессмысленной без поддержки и помощи государства. К сожалению, мы все это знаем, что повсеместно в России закрываются школы в деревнях, закрываются больницы, почтовые отделения, клубы, и сокращается сельское хозяйство. И надо сказать, что есть ощущение, что северная деревня, вообще русская деревня, находится у какой-то последней черты. Если срочно не принимать каких-то мер, то, возможно, мы уже будем показывать своим детям живую русскую деревню в законсервированных музеях. А этого бы очень не хотелось. Александра, не могу обойти тему объединения Кенозерия с Онежским национальным парком, которое произошло в 2016 году. Я понимаю, что времени прошло еще слишком мало. Тем не менее, наверное, что-то уже сделано и какие-то результаты есть от этого. 8 декабря 2016 года завершилась окончательная передача национального парка Онежской поморья к Кенозерскому. Поэтому говорить пока о каких-то результатах не хочется. Хотя, безусловно, мы начали работать значительно раньше. И надо сказать, что нам досталась очень сложная территория. Если вот можно было что-то сделать все неправильно на одной конкретно взятой территории, то, наверное, в Онежском поморе она одна из таких территорий. Очень сложные границы национального парка, вырезанные населенные пункты из территории Онежского поморья, отсутствие дорог, нестабильное электроснабжение, отсутствие связи, безумная какая-то логистика. Это все национальный парк Онежское поморье. Поэтому, конечно, нам предстоит огромная работа. И, безусловно, нам не обойтись без поддержки органов государственного управления, муниципальной власти. Но, тем не менее, конечно, у нас уже сформированы, сформулированы планы на следующие годы. Мы определились с концепцией рекреационного зонирования. Мы сейчас будем формировать штаты, в первую очередь, из числа местных жителей. И работать, работать, еще раз работать. Вот, вы знаете, я прочитала в одном из интервью вашего руководителя, Елены Шатковской, что коллектив в Онежском нацпарке хороший, с горящими глазами. Наверняка такой же в кинозере коллектив, да? Что вдохновляет на работу в национальных парках вас и ваших коллег? Это такой очень многогранный и непростой вопрос. Я думаю, что у каждого свой источник вдохновения. Но одно я могу сказать точно, что без любви к территории, на которой ты работаешь, и без любви к людям, которые там живут, было бы очень сложно. И вообще, я хочу сказать отдельно про наш коллектив. Это замечательный коллектив очень неравнодушных и ответственных специалистов. Это и государственные инспектора, и лесники, и строители, и специалисты отделов туризма и экологического просвещения. Это, конечно, научные сотрудники, водители, капитаны, мастера народных промыслов и ремесел, финансовая и юридическая служба и многие-многие другие. И сегодня мы действительно себя чувствуем единой командой, делающей одно большое и важное дело. Вот скажите, какой результат 2017 года вы действительно признали бы таким существенным, замечательным, действительно результатом годы экологии и особо охраняемых территорий? Если бы каждый человек в нашей стране задумался о том, на какой маленькой и хрупкой планете мы живем, и что от каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Это очень глубоко, Александра. Спасибо вам за разговор. Я напоминаю, что у нас сегодня, в это воскресное утро, была Александра Яковлева, заместитель директора кинозерия по развитию. Продолжаем. Уникальный проект Архангельского музыкального колледжа «Биг Джаз Биг Бенд» в этом году отметит второй день рождения. За два года выступить на одной сцене с выпускниками и студентами музыкального заведения согласились такие известные в мире джаза музыканты, как Валерий Пономарев и Давид Голощокин. Энтузиасты из Архангельского музыкального колледжа два года назад решили, что для большей педагогической пользы просто необходимо организовать большой совместный концерт собственных студентов, выпускников и известных джазовых музыкантов. И организовали. И еще один. И вот уже второй раз подряд в Архангельск в начале Нового года приезжает известнейший джазовый музыкант из России, а ныне житель Нью-Йорка Валерий Пономарев. Это, конечно, передача опыта от старшего поколения молодому, то есть привлечь молодых музыкантов, поделиться опытом. И на самом деле это бесценный опыт, когда приезжают такие музыканты, как Валерий Пономарев, потому что все, кто знаком с джазом, они знают, кто это такой. Это на самом деле человек-легенда и большая редкость, то, что он посещает Архангельск, уже второй раз. Для того, чтобы музыканты играли лучше, им надо развиваться и играть с музыкантами, с другими, которые, в общем, на уровне или на нескольких уровней их превосходят. В первом отделении Валерий Пономарев выступил в составе квинтета, а во втором перед публикой предстал биг-бенд. Когда-то биг-бенды, то есть большие джазовые оркестры, были на пике популярности. Вот известнейший биг-бенд Бенни Гудмана и знаменитый оркестр Дюка Эллингтона. Но теперь биг-бенды – редкость, особенно для Северо-Запада. Поэтому такие концерты – события и для зрителей, и для музыкантов. И вдруг вот так вот люди играют замечательно, с чувством, по-настоящему. Не просто там ноты исполняют, а именно играют, вкладывают в нее душевные, понимаете. Проект биг-джаз, биг-бенд – это не только возрождение старых джазовых традиций, но и настоящая проверка для молодых музыкантов из Архангельского колледжа. Уровень достаточно высокий для студенческого оркестра. Учитывая, что это не Москва, не Санкт-Петербург, уровень достаточно высокий. Все студенты, в принципе, находятся в материале. Видно, что руководитель оркестра с ними работает регулярно и довольно-таки успешно. В мире биг-бенды значительно потеряли популярность после окончания Второй мировой. Но в Архангельске надеются еще не раз сыграть на родной сцене вот в таком масштабном и звездном заставе. Ирина Ившин, Ольга Красулина, 7 дней в регионе. На этом все. С вами была Светлана Дейнека. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok